Вокальной студии Рожева Пантера исполняется 25 лет. И если вы подзабыли ее воспитанников, что, в общем-то, не грешно их более двухсот, сейчас мы напомним. Хотя не всех, конечно. А вот интересно, всех ли вы узнаете? Вокальной студии Рожева Пантера исполняется 25 лет. И все, что рядом есть, мы отвечаем голос на почутях твоих. Марианы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво. С летящей походкой ты вышла из мая. И скрылась из вас без нее двоя. Снег растаявший, он вода. Красивая вибрация, да? В среду на этой неделе мы встретились с бессменным руководителем этого талантливого коллектива и задали несколько вопросов. А помнишь, как все начиналось и почему же все-таки Рожева Пантера? Когда-то в девяносто третьем году покойная баба Катя, Екатерина Николаевна Титова, красная гвоздика, меня взяла несовершеннолетнюю к себе. И взяла она меня просто даже я официально работала на четверть ставки, так как мне было 16 лет. Вот, была команда, Вова Большаков, ребята очень старше гораздо меня, лет так на 10, 15 и 20. И в свое время дали мы первый концерт, и Володя Большаков ушел с красной гвоздики и оставил мне это все. Исполнилось мне 18 лет, уже на то время у меня была команда, где играл Ершов Сергей, Миша Сарена, саксофонист, и первый наш концерт, который был в первой школе. И у нас был кавер-версия на Пантеру, на музыку Пантеры, Миша играл, и у нас не было названия. И с легкой руки Сергея Ершова просто назвались Розовая Пантера, на что я переименовала на Рожеву. С большой буквы одно и второе название, как имя, отчество. Вот с этого все и пошло. Вообще-то по образованию Татьяна пианистка. И, казалось бы, она должна играть романтические мелодии, но она увлеклась роком. Я очень увлекалась Битлз, Скорпионс и все вот эти вот. Раз увлечения эти, то да, понятно, понятно. Мы нашли запись, проект называется «Спиль на мова». Это вот был, наверное, один из лучших ваших проектов, ну или который запомнился. Это был изначальный мой проект, в смысле, в каком ребята пришли нулевые. Ребята пришли в девятом классе ко мне. Никто ни на чем не умел играть. Просто сказали «мы хотим». На то время у меня уже было 8 команд на студии. И вот этот вот молоднячок, вот этот вот, я его взрастила, и получилось так, что они заняли первое место. В Запорожье, да, пролены сезона, это был всеукраинский масштабнейший очень конкурс большой. Мы проходили три этапа, в Киеве были кастинги, мы это все с успехом прошли, прошли и победили. Субтитры создавал DimaTorzok Достигнув столь высокого результата, Татьяна решила, что… Мужчины взрослеют, у каждого там появляются свои какие-то нюансы, работа, семья, дети. И это уже стало сложно очень работать, и я приняла решение, в принципе, была за цель, хоть одну команду вывести на Украину. В общем, она перешла на вокалистов и популярную музыку. Изначально у меня было всего лишь три вокалистки, это была Анис Аркисян, которая в свое время победила на конкурсе, выиграла очень большую денежную сумму «Як що можеш, то співай». Потом Даша Щукина, которая уехала в Италию, сейчас она действующая вокалистка, она живет в Америке, и у нее свой бенд, и замечательно очень работает, свой проект у нее. В принципе, все очень классные, замечательные дети, вокалисты, все талантливые, я не могу так… Ну, Николай Свит, который сейчас у нас «Голос», да, прошел, дай Бог, чтобы все получилось и дальше вышел. А, кстати, до выхода финальной части «Голоса Краины» Свит прошел достаточно приличную лестницу славы и успеха. Ну, на конкурсы ездил, вот, победил, победил «Кароки» на Майдане, вот, ездил на «Х-Фактор», вот. Ну, в общем, прошел, да, но мне позвонили, вот так вот в жизни бывает просто. Инесса Ракеля, которая работала в дуэте «Бен Ами», сейчас она в Киеве, певица, актриса, то есть тоже моя. Соня Юрченко, которая, ну, так сложились обстоятельства, она уехала в Белоруссию с родителями, она поет и приезжает. Лиза, да, это человечек, который пришла ко мне, наверное, с нее, в принципе, началась вокальная студия с маленькими детьми. Она пришла ко мне ровно в 4 года. Она поет у меня 10 лет. А хотите посмотреть на Лизу Дудкину 9 лет назад? Вот такой она была на уроке «Вражевой пантере». Привет, как тебя зовут? Меня Лиза. Сколько тебе лет? Пять. А давно ты уже учишься? Давно. Сколько? Год 4. Ты уже выступала где-нибудь? Да, на сцене. Тебе понравилось? Да, я была в костюмчике и платье. Я пою день рождения, жужу-жужу «Малонька-бджилка» и «Два гуся». А буквально недавно Риза Дудкина получила из рук продюсера фестиваля «Яскравый дитой Украины» большую и серьезную награду. И это уже точно высокое признание. Ой, не пищи вода так швидко, что все мчих таки на китка, а не пищи вода так швидко. О, не супер, не кочь на пыли, но тем, что вода не узнает в пыльку, и что вода не узнает в пыльку. Она талантливая и очень за свое время, ей всего лишь будет 14 лет, но то, что она пол Европы объездила и ни разу не приезжала без победы, я считаю, что это круто. Понимаешь, что такой возраст с 4 до 14 лет не зазнается? Это все есть, это есть звездность. Ну, конечно, но как воспитывает? Сегодня, да, она гордится, она звездится, а завтра работает. Большой-большой труд. Те, кто не сталкивался с этим, не сталкивался, все думают, что взял микрофон и спел. Нет, нет, это нереальный физический труд. Это тренировки такие физические, очень сложно, но и выдерживает немногие. В своем архиве мы нашли записи разрыва и пантеры 2013 года, когда нынешние уже звезды только начинали. Хотите посмотреть? Музыка 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 Привітати вихованок студії Рожева Пентера прийшли випускники минулих років Юрій Діортієв та Анні Саркісян. Неостанок був святковий фейерверк та пісня у виконанні Юлії Кравченко. Музыка 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 сказать огромное спасибо, что вы пришли на наш концерт. Я еще раз говорю, что в нашем городе нету неталантливых детей. Просто не туда, возможно, ходят или просто не приходят к нам в ДДТ. Вот и все. А кроме того, мы выяснили, что Татьяна не останавливается на достигнутом. И у нее хватает времени и на другие проекты. Не так давно два молодых журналиста ТРК Слаутич увлеклись пением и мы даже стали переживать, а не поменяют ли они свою профессию. Это просто проект Даниил Снисар. Это брат Лизы Дудкиной, который просто приходил смотрел и изъявил желание, а вдруг, а может быть, нам попробовать. На что-то мило тоже захотела. И вот такой был проект. Они тоже приезжают и тоже будут петь. Замечательно. Ну, мы не будем расспрашивать тебя всю подноготную, все абсолютно тайны, но у тебя седьмого будет концерт, насколько я знаю. И вот кто на нем будет? Ну, давай раскроем какие-нибудь тайны. Концерт будет необычный. Не такой, как обычно, что там вышел, спел, фамилия, имя, отчество, да, такого не будет. Постараемся сделать праздничное шоу, потому что это день рождения студии. Помимо того, что участвуют все те, кто сейчас на студии занимается, приезжают очень много выпускников, и благодарно я им, и вот они уже съезжаются. Вот такие вот проекты. Будем надеяться, что и будут сюрпризы. Приезжает гусь, гость из Минска, Туран. Ух ты, а это замечательный сюрприз. Вы помните прошлую Зосю? Ну, наверное, помните. Там родился новый украино-белорусский дуэт. И грузей, и забор, целый год Нас так ждали они, и смелее Шапио, зажигает фестиваль огни. Фестиваль. Светы, туманки, двери, о-о-о-о. Верь в себя, леса, пейта, Мы открыты, созданы, В свои руки тяни, Достигая высоты, Зажигает фестиваль огни. Фестиваль, здесь мы встретимся снова. Фестиваль, это нужный особый. Фестиваль, друг за друга бежать, Све мечта здесь была всегда. Фестиваль. И это тоже новый проект. А есть и еще? Будет еще, тоже мой проект, «Еще не вечер». Тоже проект, тоже не знаю, как я туда попала, но как-то попала. Вот, ну, должно быть очень интересно. Очень много детей по всему миру. То есть та же самая Полина Гавриленко, которая была 10 лет в Зосе, она в Польше, она просто не может сейчас приехать у нее с документами. И проект Дима Вершинин, который тоже не мой, тоже это проект, это просто так. Как ты человека, оператора студии, у нас работал в молодежной редакции, затащила петь, или он сам пришел? Ну, пришел, вот попробовали, вот решил, а теперь он замечательно, очень хорошие оценки у него. С меня правда смешит своя правда, ведь ты мне так сильно уверена, лишь потому, что так часто брала, что сама во все это поверила. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. Температура в моем сердце близится к нулю. Люблю и ненавижу, ненавижу, что люблю. А еще Татьяна добрыми чувствами вспоминает дворец детей и молодежи и ее директора Нину Еремину. ДДТ приютил Ржеву Пантеру, которая занимается здесь в достаточно комфортных условиях уже 19 лет подряд. Бессловно, можно только позавидовать Татьяне, что всего за 25 лет так много исполнителей разбросаны по всему миру, и она точно ими может гордиться. Габриэла Дибурова у меня в Англии, Даша Щукина в Америке, Даша Кузнецова во Франции, в Польше очень много, в Беларуси, в России, ну, по всему миру. Но вот будем надеяться, что приедут очень много. Да, пожалуй, на такой звездный концерт стоит пойти. Нам проще. Мы, дорогие телезрители, получили приглашение. Я надеюсь, что придут много зрителей, потому что накануне 8 марта да еще побывать в объятиях Рожева и Пантеры это достаточно интересно. Всех ждем. Спасибо. Итак, еще раз напоминаем, если вы хотите хорошо отдохнуть, не выезжая из Славутича, и посмотреть славутических звезд, которые обещают приехать на юбилей 7 марта в киноконцертном комплексе в 17.00 будет хорошее мероприятие. До встречи на концертке. И в финале, если Розовая Пантера и дальше будет также удивлять и поражать своими воспитанниками, в нашем городе их никто не догонит. Нас не найдут. Нас не изменят. Их не достать. Глобки руками. Небо угонит. Ночь на ладони. Нас не догонят. Нас не догонят. Небо угонит. Ночь на ладони. Нас не догонят. Нас не догонят. Субтитры создавал DimaTorzok